Одесские школы закрываются на карантин. Такое решение приняли на заседании городской комиссии по экологии и чрезвычайным ситуациям. Карантин продлится минимум две недели до 3 апреля. Позже мэрия решит, есть ли необходимость его продлевать. Детские сады пока продолжат работать в штатном режиме, но родителям рекомендуют по возможности не водить туда детей. Закрываться будут лишь те, где превышен лимит заболевших. Также стало известно, что и Марину в этом году придется отменить. Судьба других массовых мероприятий будет вершиться в ручном режиме. Если на них ожидается не более 200 человек, отменять такие события не будут. Кинотеатры и торговые центры не закрывают. С завтрашнего дня мы закрываем на карантин все наши школы, а также рекомендуем всем частным школам закрыть школы на карантин. Помимо того, в детских садах, где мы будем выявлять заболевших детей в каждой группе, если это будет превышение больше, чем на 20%, также такие группы и детские сады будем рекомендовать к закрытию. Пою Марина в этом году будет отменена в связи с коронавирусом, но мы рассчитываем, что если можно будет в городе проводить мероприятие до 250 человек, то мы ее реформируем в комедиаду. К счастью, случаев заболевания коронавирусом в Одессе пока не зафиксировано. Областное руководство тоже перестраховывается. Точно так же, как и в Одессе, в регионе ограничат массовые мероприятия. Школы в селах и райцентрах области закрывают приблизительно на три недели. Торжества и концерты будут отменены. Такие меры у губернатора принимаются не только из-за возможного распространения коронавируса в регионе, но и в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. А вот медицинским учреждением, которое потенциально может принять больных коронавирусом, станет санаторий Куяльник. Об этом заявили на заседании оперативного штаба в обл. администрации.